Здравствуйте! Мы приветствуем жителей Бурятии. В эфире программа «Середина земли». О новостях при Ангаре о жителе Бурятии готовы рассказать журналисты телекомпании «Аист» в студии Станислав Гергерт. У всех православных верующих идет рождественский пост. Это последний из четырех многодневных постов церковного календаря. На 40 дней верующие отказываются от употребления в пищу мяса, молока и других скоромных продуктов. Еще они воздерживаются от развлечений и вредных привычек. Но вот зато скоромные и постные продукты на иркутских рынках никак не могут отказаться от вредной привычки дорожать. Мария Князева продолжит. Повар женской православной гимназии Наталья Борюшкина готовит обед. Сегодня в меню рассольник, рис, рыбная поджарка, салат из свежих огурцов и компот. А на завтрак была пшенная каша, сваренная, впрочем, на молоке. Но это послабление единственное. Никаких мясных блюд, сливочного масла, яиц и творога. При этом Наталья старается накормить гимназисток так, чтобы они остались довольны. И в тельке они очень рыбные любят. Рыбу фаршированную сегодня, которую очень тоже любят. Много детей, что любят. Потому что они все привычные к постам. Слава отцу и сыну и святому духу и дыне пресной, во веки веков аминь. Обед в трапезной традиционно начинается с молитвы. Из 280 воспитанниц гимназии 10 девочек не едят скоромное и вне стен учебного заведения. Это те, в чьих семьях и родители соблюдают пост. Первоначально, конечно, тяжело. Однако уже к третьей неделе поста, конечно, чувствуется подъем, легкость. Наступление поста почувствовали и на центральном рынке Иркутска. Как отмечает продавец Люция, в последнее время мясо стали покупать гораздо меньше. Цена на мясо у нас не выросла. Цена на мясо осталась прежней. А покупательская способность почему-то упала. Рынок у нас пустой в данное время. Народу нет вообще. На радость постящимся не подорожали пока и овощи. Но опытные продавцы знают, что это до поры до времени. Конечно, пост все равно сыграет свою роль. Впереди еще и праздники. Люди как бы... Ну, зимой овощей хочется больше, чем летом. Поэтому всегда покупают овощи. А вот скоромные молочные продукты рванули вверх в цене. Просто безбожно и явно не в связи с постом. Продавцы рассказывают, только успевают менять ценники. За последний месяц литр молока подорожал в среднем на 5 рублей. Килограмм сыра на 20. Мария Князева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. В Иркутске открылась областная выставка ярмарка технического и народного творчества инвалидов. И невозможное возможно. Конкурсная комиссия оценит работы по номинациям изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, рукоделие. Номинации за мужество и волю к жизни не предусмотрено. Но в ней победителями стали бы абсолютно все участники. Слово Туяне Немаевой. Главное правило – соблюдать расстояние между нитями. Тогда рисунок получается четкий. За ткацким станком Игры Кантеров из Заларинского района. Инвалид первой группы. Я не мог ходить. У меня еще тогда даже протезов не было. Поэтому чем-то нужно было заняться. Вот занялся сперва вязанием. Интернат наш прикупил станки вот эти. Ну и решил попробовать. Понравилось. Палантины, национальные костюмы, кокошники, шарфы. Руки Игоря прекрасно справляются с работой, требующие искусного владения техникой. У Аркадия Петунова из Нокутского района рук нет. Но у него есть художественный вкус, сила характера и воля к жизни. Искусство меня вдохновляет в жизни. Ну, это, честно, прекрасно для души, для себя, для людей. Чтобы радовать вас. Как бы сказать, чтобы... Это, как говорится, невозможно, возможно. Наталья Мормыш вяжет крючком кофты и платье ирландским способом. Занятие кропотливое. На создание одного изделия уходит до четырех месяцев. Но результат того стоит. Творчество – это интересность, разнообразие. Вот так же вот знакомых я когда-то нашла тоже на районной выставке. До сих пор мы общаемся с ними по теме рукоделия. Ну и вообще жизнь веселее. Участниками выставки и невозможное возможностей стали представители реабилитационных центров, домов, интернатов и других специализированных учреждений со всей области. От Бадайбо до Тулуна. 177 участников здесь. Это те победители, которые стали лучшими у себя в районах. Это действительно замечательные люди. Им намного тяжелее, чем всем нам вместе взятым. Но то, что они демонстрируют, я думаю, должно учить нас очень многому. И отношению к своей жизни, к здоровью. И ценить то, что у тебя есть. Программы выставки предусмотрены и мастер-классы. У этих людей есть чему поучиться. И в смысле творчества, и в том, что касается отношения к жизни. Которое все равно безгранично, прекрасно. Туяна Немаева, Александр Мокин. Новости сейчас. В Иркутском доме художника открылась выставка памяти Николая Панасенко. Кинооператора Восточно-Сибирской студии кинохроники, члена Союза кинематографистов и Союза художников России. Творческое наследие этого человека сотни метров от снятой пленки, на которой запечатлены эпохальные события жизни страны. И десятки картин, где те же события предстают явлениями искусства. Эти кадры сняты на строительстве Байкала Амурской магистрали в 1978 году оператором Восточно-Сибирской студии кинохроники Николаем Апанасенко. Выпускник в ГИКО, он 15 лет проработал на кинохронике. Так ее называли старожилы иркутского телевидения. Объектив своей кинокамеры смотрел на великие стройки Сибири. БАМ, Братскую и Устилинскую ГЭС. На снятой им пленке рождения промышленных гигантов и новых городов. Талантливый кинооператор Николай Апанасенко был еще и художником. Главные герои его картин, как и герои его кинохроники, люди труда. БАМовцы, мостостроевцы и коллеги кинооператоры, журналисты, те, что с лейкой с блокнотом. Если говорить еще не просто как о художнике, о человеке-гражданине, то это действительно не просто работы, а это работы, отражающие свое время. Время, в которое жил этот человек, время, когда он трудился. Одной из запахальных сибирских строек БАМу в экспозиции отведена отдельная стена. Рядом портреты родных и близких. Семья художника. Он рано лишился родителей, воспитывался в детских домах, но здесь он с ними вместе. Здесь тепло тесного домашнего округа. Тоска по нему, мечта о нем. А это портрет жены художника. Добрым. Я считаю, что талантливым был человеком. Жили мы 36 лет с ним. Я пакать буду сейчас. Николай Апанасенко – автор более чем тысячи полотен. Многие из них находятся в музеях и частных коллекциях России и других стран. Посмотреть на эпоху великих строек глазами ее современника, свидетеля и летописца можно до 14 декабря. Татьяна Веретина, Константин Синицын. Новости сейчас. Казачью роту ввели в состав мотострелкового соединения на базе 36-й мотострелковой бригады в городе Борзе Забайкальского края. Подробнее об этом расскажет мой коллега из телекомпании «Альтес» Антон Пак. Здравствуйте, коллега. Вам слово. Здравствуйте, Станислав. Рота формируется на контрактной основе, а также из числа военнослужащих осеннего призыва. Более 10 солдат-срочников уже направлены для прохождения службы в казачьей роте. Набор производится из представителей Забайкальского казачьего общества и казаков других регионов. А теперь к другим темам. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Забайкале стала главной темой выездного заседания Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку законодательного собрания «Вагинский район». В рамках изучения проблемы парламентарии совершили целую серию ознакомительных поездок. Ранее законодатели побывали на пищекомбинатах в поселке Атамановка и Маковеева. Прежде чем обсудить вопросы, связанные с пищевой и перерабатывающей промышленностью края, депутаты посетили несколько предприятий в Агинском округе. Главное препятствие для полноценной работы Магойтуйского мясокомбината – недостаток сырья. Директор предприятия Сергей Лазебных с ностальгией вспоминает советское время, когда здесь за год перерабатывали 90 тысяч тонн мелкорогатого скота. Сегодня эта цифра кратно ниже – 6 тысяч тонн. Отсутствие сырья, я имею в виду в том, что поголовья нет сдаточного. Если, допустим, раньше по округу до миллиона поголовья было овец, а сейчас порядка 180-200 тысяч по округу. Варимся в собственном соку и за счет предпринимателей на заготовки чужих денег. Что, допустим, что-то выжимаем с туши, что остается, остатки суппродуктов, овчина, кожа. Вот это реализуем, ну и процентов 40-30, допустим, своего мяса заготовки производим. По количеству сырья работы на мясокомбинате осталось на полторы-две недели. После чего, говорит Сергей Лазебных, предприятие будет закрываться. Несколько лучше ситуация на Агинском мясокомбинате. Во время экскурсии законодателям рассказали, что комбинат удалось сохранить с помощью инвестора. Частный предприниматель арендовал комбинат в августе этого года. С тех пор была закрыта проблема с заработной платой. Появился достаточный объем переработки. В перспективе здесь планируют наладить производство полуфабрикатов. Депутаты посетили также предприятие по первичной переработке овечьей шерсти. Оно было открыто пять лет назад и с трудом выживает в условиях конкуренции с более крупными переработчиками из других регионов. Сезонная мойка шерсти завершена. В этом году закупили 288 тонн сырья. Небольшая часть продукции предприятия идет на изготовление одеял, остальное отправляется в Китай. Чтобы увеличить рентабельность производства, здесь планируется запустить линию для изготовления нетканных материалов, драпа и войлока. Единственная просьба к законодателям в будущем помочь в сбыте продукции. Сегодня не выстроена элементарная цепочка. Произведенная сельхозпродукция не имеет понятной и логичной системы реализации. Эти и другие проблемы обсудили в ходе заседания, на котором присутствовали депутаты пяти комитетов и специалисты профильного министерства. Сегодня разрабатывается государственная программа в рамках той работы, которую ведет Министерство сельского хозяйства. Нам очень хотелось бы, чтобы эта программа рождалась где-то внутри ведомства. Это одна тема. А вторая тема, чтобы эта программа носила обязательно в ракурсе межведомственную, имела межведомственную составляющую. Потому что вне отрыва сегодня должно быть образование, здравоохранение. Мы говорим о социальном питании, мы говорим о том, что собственный сельхозтоваропроизводитель, собственной продукцией должен выходить сегодня и кормить этот контингент. По итогам выездного заседания Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку законодательного собрания рекомендовал правительству края уделить особое внимание модернизации и перевооружению предприятий этой отрасли, а также обеспечить своевременное предоставление из краевого бюджета субсидий в сферу сельского хозяйства. Из Агинского округа Екатерина Станиславская и Сергей Ручков. Температура воздуха в Чите бьет все рекорды. Погодная аномалия ноября плавно перетекла в декабрьские плюсовые дневные температуры. На улице непривычно тепло. Позднее обычного начался ледостав на реках. Метеозависимые люди страдают от повышенного давления и головных болей. Обостряются и болезни сердечно-сосудистой системы. Чем вызвана погодная аномалия и наступят ли в Забайкалье настоящие сибирские морозы, узнавала наша съемочная группа. Нынешняя зима немного страшит. Почему? Ну потому что в декабрь месяц и ноль градусов на улице, я думаю, что это нонсенс. Отвратительно. А почему? А потому что не зима и не весна и не лето. Как-то странно, тепло. Обычно в такое время холодно. Плюсовая температура первого зимнего месяца у многих чеценцев вызывает недоумение. 2 декабря вообще был поставлен температурный рекорд. Днем воздух прогрелся до плюс 5 градусов. Такого не было за последние 100 лет наблюдений. Где же привычные сибирские морозы? По словам синоптиков, они наступят, но чуть позже. Уже после 6 декабря начнется понижение температур. А после 10 и вовсе ожидается до минус 30. Пока же тепло в нашем городе задержалось благодаря интенсивному западно-восточному переносу воздушных масс. Воздух у нас с большой скоростью смещается с западных районов. В данном случае воздушная масса у нас смещается с Атлантики. И постепенно проходя через всю территорию России, достигают Забайкалья. Аномалия тепла составила в ноябре 3-7 градусов. Таким аномально теплым ноябрь был у нас в 1990 году, в 1995 году, в 2001, в 2004 годах. То есть практически два раза в десятилетие ноябрь бывает теплым. Особенностью погоды в ноябре и декабре стало то, что привычных перепадов ночных и дневных температур не наблюдалось. Если раньше к утру воздух сильно остывал, то сейчас наоборот температура повышается. Из-за погодной аномалии сместились сроки начала строительства в Чите ледового городка. Рабочие начали заготавливать материал на озере Кенон на неделю позже обычного. Толщина льда не достигала необходимых 30 сантиметров. Но сегодня, как отмечают строители, погода никак не влияет на создание ледяных горок. За последние вот эти дни, когда была теплая погода, влияния какого-то на строительный процесс не было. Мы планируем закончить строительство до 23 декабря. 25 декабря будет открытие ледового городка. Если на возведение ледового городка погода практически не повлияла, то метеозависимые люди страдают от повышенного давления, нарушения сна, головных болей и обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Метеорологическим феноменом в первую очередь подвержены дети и пожилые, люди с пониженным иммунитетом и страдающие хроническими соматическими заболеваниями. Тяжело может быть и здоровому человеку. Чтобы уберечь себя от негативного влияния погоды, необходимо соблюдать элементарные правила. Первое, это, конечно, адекватная физическая нагрузка. Это нормальный сон и, конечно, наши природные адаптогены. Чай с боярышником, чай с чабрецом, чай с нашими ягодами, это брусника, черная смородина, где достаточное количество витаминов С. 6 декабря в Краевом кардиологическом диспансере по адресу Анохина, 73, пройдет день открытых дверей, где любой желающий сможет бесплатно проверить свое давление, сделать ЭКГ и получить рекомендации специалистов, как укрепить свое здоровье и помочь организму во время погодных аномалий. Марина Кузнецова, Дарья Пьянникова, Евгений Погорелый. Время новостей. В Монголии прошел фестиваль моды Гойол-2014. Своей коллекцией представили около 20 дизайнеров. В показе приняли участие лучшие монгольские модели. Другие подробности расскажет ведущая программы новостей телекомпании «Аист Монголия» Эрдена Ниампуров Дорж. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте. В фестивале были победены итоги модного сезона по нескольким номинациям. Лучшим дизайнером стал «Арендуэк», победителем среди моделей мужчин «Чинзорик», моделей женщин «Сарнай», лучшим модным агентством «Дархамеш», топ-дизайнер года «Унебаор». Гран-при фестиваля звание топ-модель Гойол-2014 получила «Арендуэк». А теперь к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии расскажут корреспонденты новостей «Энэцакт» Илья Прудуша-Дануэн. Монгольские производители представят свои товары на новогодней ярмарке в Иркутске. Участие в заграничном мероприятии должно дать более широкие возможности для реализации их продукции. Всего в ярмарке примут участие 20 предприятий из Монголии. Предновогодняя выставка ярмарка в Иркутске проводится во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие более 10 предприятий со своей продукцией. В этом году количество участников сравнительно возросло. Сибирские покупатели интересуются в основном теплыми вещами и подарками на Новый год. И очень надеемся, что между нашими предприятиями, предприятиями Иркутской области установятся хорошие деловые связи. Так что наши компании не только будут представлять здесь свои продукции, но и здесь они готовы заключать договоры, контракты на заказ, скажем, утепленной хорошей рабочей одежды. На что милости просим Иркутян на нашу выставку. Очень надеемся, что эта выставка послужит дальнейшему росту торгово-экономического потенциала между Монголией и Иркутской областью. Директор компании «Тухс ГРЛ» участвует в Иркутской выставке-ярмарке уже второй год. В этот раз она везет продукцию из стопроцентной монгольской шерсти, пуха и кашемира, в том числе изделия для детей. В последнее время покупатели интересуются кашемировой продукцией, особенно из козьего пуха. Я наладила там связи с двумя клиентами, они знакомы с моими изделиями, хорошо отзываются. Поэтому также повезу изделия, которые понравились в прошлом году. Сейчас предприятие готовится к Иркутской ярмарке-выставке, остались мелкие работы. Для участия в выставке была подобрана продукция с яркой расцветкой, с фасоном, привлекающим внимание покупателей. Энгсушин, Аист, Монголия. 7 по 14 декабря в Улан-Батри выступит московский цирк на льду Натальи Абрамовой. В представлении примут участие более 20 артистов, выступающих в различных жанрах. Все подробности в нашем следующем сюжете. В 27 лет Мария Логинова одна из самых опытных артистов московского цирка на льду. Уже 12 год она выступает с трубы под руководством Натальи Абрамовой по всему миру. И именно Мария выполняет самые зрелищные и опасные трюки. Чего только стоит ее танцевальный номер на коньках-ходулях высотой в 60 сантиметрах. Нужно не только уметь балансировать и кататься на них, но и танцевать. Теперь этот номер смогут увидеть и в столице Монголии. Цирк на льду отличается очень сильно от обычного цирка. Это все жанры, которые присутствуют в обычном цирке, все это перенесено на лед. То есть не утеряны никакие жанры, никакое качество. Все, что возможно, мы все перенесли на лед и в полном объеме мы показываем это зрителям. Всего на гастроли в Монголию приехало более 20 артистов цирка. В том числе и инженеры, которые уже вчера установили на манеж национального цирка Монголии искусственный лед. Именно на нем в течение недели будут циркачи выступать с агробатическими, танцевальными и юмористическими номерами. И все это на коньках. Особое внимание организаторы обращают не только на уникальное шоу, но и на его красочность. Специально для Монголии цирк привез более трех сотен костюмов, которые будут меняться с каждым номером. Всего представление будет длиться два с половиной часа. Программа московского цирка на льду – это яркое, динамичное и красочное зрелище. Оно состоит из номеров акробатов, жонглеров, эквилибристов и клоунов. Многие из артистов – профессиональные спортсмены, мастера спорта по фигурному катанию. Я уверяю, что ни один зритель не пожалеет, что пришел на это шоу. Билеты на представление уже продаются в кассах национального цирка Монголии. Их стоимость от 10 до 30 тысяч тубриков. Светлана Шатагарова от Combat Ice Mongolia. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты Си-Си-Тиви-Русский из Пекина. Телеканал Си-Си-Тиви-Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии «Намила». В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. Шанхайская улица Лауваев решила посоперничать с художественными галереями и музеями города. На днях здесь выставили десятки работ иностранных художников, постоянно проживающих в Шанхае. Гости улицы могут полюбоваться плодами их творчества за едой или делая покупки. Подробнее о выставке расскажут наши корреспонденты. Эти картины принадлежат перу художника Энзо Ямадо, который приехал в Шанхай из Японии и прожил здесь уже больше трех лет. Некоторые из его работ выставляли в музеях и художественных галереях. Эти же украшают мебельный магазин. Энзо идея очень понравилась. Мои картины окружают множество вещей. Все так же, как и в обычном доме, как у кого-то в гостях. В такой обстановке люди воспринимают мои картины по-другому. Мне кажется, так даже лучше. Произведения иностранцев, живущих в Китае, представлены во многих магазинах и ресторанах на Лаувайде. Здесь и картины, и фотографии, и скульптуры. В самом начале я очень боялась, что картины маслом, которые висят наверху, очень быстро испортят отпечатками пальцев. Но до сих пор все хорошо. Людям нравится экспозиция. Они смотрят на картины, но не трогают их руками. Так что получилось очень здорово. Как говорит менеджер улицы Лаувайев Чжан Ядзян, он начал проект, чтобы искусство стало частью повседневной жизни людей. Раньше люди шли за произведениями искусства в музее. Наша задача в том, чтобы познакомить их с лучшими образцами чужого творчества здесь, без отрыва от их нормального распрятка. Выставки на улице Лаувайев будут продолжаться до конца декабря. Анна Сенгевич, CCTV В Китае стартовал отбор участников, которые выступят, пожалуй, на самом популярном концерте страны. Его будут транслировать в китайский Новый год, стать участником шоу очень почетно. Фактически это открывает двери на большую сцену. Наши корреспонденты заглянули за кулисы. Барабанщики из провинции Гуйчжоу в национальных костюмах исполняют свой номер полной энергии и вдохновения. Их коллеги из провинции Шэнси устраивают на сцене шоу-танцев на ходулях, в котором все смешалось – люди и кони. В это время им аккомпанируют музыканты на древнем двухструнном инструменте «Эрф». Каждому времени мы стараемся объединить сразу несколько направлений, чтобы максимально привлечь внимание зрителей. Студенты школы боевых искусств Шаолинь выступают в традиционном галоконцерте более 10 лет. Но в отборе участвуют на общих основаниях. Мы каждый год участвуем в концерте. В этот раз мы подготовили нечто особенное, не похожее на все свои предыдущие выступления. Ведь наша аудитория смотрит нас из года в год. Праздничный концерт, посвященный Новому году по китайскому лунному календарю, традиционно считается самым красочным телевизионным шоу в стране. Выступать на нем престижно и почетно. Многие коллективы, которые срывают аплодисменты зала, позже становятся всенародными любимцами. Что неудивительно, ведь смотрит шоу по телевизору, пожалуй, каждый житель КНР без исключения. Татьяна Климова, Сергей Чудинов, Сеси Тюлев. Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова